К нашему эфиру уже присоединился Владимир Будаев, сооснователь фонда «Свободная Бурятия». Владимир, мы рады приветствовать вас в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, как вы считаете, связана ли вот такая задержка с выплатами военным в России, с огромными потерями на фронте? Во-первых, путинский, кремлевский режим, он действительно богат на обещания, но только на обещания. То есть, в принципе, можно предположить, что подобные выплаты не планировались. То есть, людей послали на фронт как пушечное мясо. Мы это поняли еще 21 сентября, когда началась первая волна мобилизации, когда людей поднимали в 3 часа ночи, ездили прямо совсем в отдаленные деревни, чтобы забрать оттуда людей, даже военкоматы уходили в лес искать там охотников, чтобы мобилизовать и их. То есть, это было по всей Бурятии действительно страшная. Варфоломеевская ночь. И мы примерно что-то такого и ожидали. Но, в принципе, что-то такого ожидали и жители Бурятии, как ни странно, потому что мы наблюдали массовый исход жителей Бурятии с их исторической родиной в Монголию, в Казахстан. По нашим данным, уже больше 10 тысяч Бурят сейчас находятся в США. И это только в США. Хотя всего Бурят вообще в мире насчитывается 461 тысяча человек. То есть, это абсолютно несет массовый характер. Люди понимают, в чем действительно дело, и не хотят идти на эту войну. Ну, а те люди, которые поддались пропаганде, да, действительно могут рассчитывать, что они не получат никаких выплат в лучшем случае. В худшем, конечно, их ждет более трагичный исход. Почему я так связала потери и задержку выплат? Потому что потери, на самом деле, сейчас колоссальные на фронте для российской армии. И просто может случиться так, что выплачивать будет особенно некому. Вот есть, возможно ли, настолько циничная причина таких вот задержек, что это не организационный момент, не вот такие моменты, что переводят одного военного из одной части в другую часть, как, например, объясняются в некоторых комментариях. А просто из-за того, что решают пока подождать, возможно, удастся сэкономить. Такой момент возможен? Он наиболее вероятен, потому что, ну, такие моменты могли бы быть, если бы они были действительно моментами. Но сейчас мы это наблюдаем повсеместно в большинстве регионов России, не только в Бурятии, не только в Забайкальском крае. Выплаты действительно задерживаются. Что, ну, понятно, понятно почему. Потому что людей действительно готовили на убой, как пушечное мясо. И это действительно очень циничное отношение к людям. Но те, кто находится в Кремле, по-другому думать не умеют. Вот инструмент Баир сломался, он больше не будет воевать. Давайте привлечем другой инструмент по имени Дмитрий Анатолий. И вот он будет воевать вместо Баира. Поэтому мы говорим это всем, что люди не должны идти на эту преступную войну, в том числе и потому, что вы не будете считаться за людей. Там вас, ваше же командование не будет считать за людей. Именно поэтому мы постоянно проговариваем это. Ну, это и, конечно же, то, что это преступная война. Пожалуйста, не становитесь военными преступниками. Это не ваша война. Если Путин чего-то и заслуживает, то только поездку в Гаагу. Владимир, как раз я вас хотел спросить. Вот смотрите, есть два момента, которые меня интересуют. И, возможно, вы ответите и можете предоставить какие-то рекомендации, которыми могут воспользоваться, по крайней мере, те зрители, которые нас смотрят на территории Российской Федерации в целом. Смотрите, вот мы перед разговором с вами давали сюжет. И там был разговор, как я понимаю, одного из участников этой войны на стороне России, практически противника, с женой. И он там в конце говорит, что вот попытайся меня как-то отсюда то ли там выманить, то ли вымутить, то ли выпилить из этой истории. Да, он как-то, я понимаю, надеется на помощь своей жены в этом. Да, вот тут один вопрос, а как можно оттуда, да, если ты уже понял, куда попал, как оттуда можно попасть обратно, да, как-то оттуда, знаете, вот выпилиться самому. Да, вот это первый вопрос. И второй, а какие рекомендации вы бы могли предоставить вот тем, кто не хочет и не планирует принимать участие в этой войне России против Украины? Если кто-то еще раз думывал над этим, то сейчас самое время уехать за рубеж. Это первый момент. Второе, можно не отвечать по повестке, не приходить в инкоманд. Это все еще выбор. То есть лучше это, чем поездка в Украину. До мобилизации, вот отвечаю на наш первый вопрос, до мобилизации еще были какие-то возможности вытащить человека из Украины, но после мобилизации это стало практически невозможно, потому что оккупированные территории сейчас это, ну, серая зона права, оттуда и тогда было очень сложно выехать. Сейчас это, опять же, практически невозможно. Поэтому, да, если у вас до этого были какие-то сомнения, сейчас как раз самое время нужно уезжать, нужно прятаться, удалять аккаунт на госуслугах, делать все, чтобы не попасть на эту войну. Потому что эта война несправедливая, эта война не ваша, вы не обязаны в ней участвовать. Сейчас с мобилизационными процессами в самой Бурячии. Да, вот как сейчас люди воспринимают, возможно, что-то изменилось, потому что, ну, мы понимаем, да, что не все так однозначно относятся к этой войне Путина против Украины и так далее, да, но мы видели, что было очень много желающих, да, как бы согласных пойти на эту войну. И понятно, что не их она и так далее, да, где Бурятия, где Украина и вообще, да, вот есть определенные вопросы, которые мы даже себе задаем и не можем на них ответить. Вот, но все же, было вот много желающих. Сейчас что с этим, что с восприятием? Да, были желающие раньше, но также были желающие не участвовать в этой войне. И, если честно, вот я даже тогда удивился, что, да, люди действительно не поддались пропаганде и захотели уехать из страны. Он в свободное Бурятия помогал консультацией и даже вывозил автобусами людей в Монголию и в Казахстан. И дальше давал консультации, что делать, когда люди уже релацировались. Я действительно хорошо помню 21 сентября, когда все просто, абсолютно все чаты у меня разрывались от сообщений. Просто, ну, всех людей, да даже не из Бурятии, из ближайших регионов, в том числе и из Якутии, даже из Москвы были люди, которые спрашивали, что делать, как поступить. Сейчас, в принципе, тенденция прослеживается такая же. Вот как раз после введения нового закона об электронной повестке, люди также массово начали подписать нам фонд с просьбой о консультации, как им лучше поступить, если у них есть возможность, то куда уезжать, если нет возможности, то что делать, как должны происходить вот эти процессы. Потому что одно из самых основных направлений Кремля – это то, чтобы люди в России забыли, что у них есть права. Мы напоминаем людям, что, да, действительно, у них есть права. Они не пушечное мясо, они не обязаны идти на эту преступную войну. Вы несколько раз в эфире слышали от экспертов о том, что отношение к мобилизованным, скажем так, к интенсивности мобилизации очень зависит прямо пропорционально от региона, в котором это происходит. То есть где-то более настойчиво проводили мобилизацию, называли это, конечно, как угодно, где-то ее либо практически не было, либо, по крайней мере, не с таким напором это все происходило. А что касается компенсации и выплат, зависит ли от региона? Есть ли у вас такая информация? Ну, да, действительно, зависит. Банально потому, что, ну, например, опять же, в Бурятии мобилизация началась в Бурятии. В Бурятии был несоизмеримый процент повесток и отправления дальше по вот этой по воинской дороге, если можно так выразиться. Но на самом деле мы не наблюдаем в Бурятии сильных выплат, потому что все-таки нужно точное подтверждение, что армия потеряла человека. Таких подтверждений не сильно много. Именно поэтому действительно людям задерживают выплаты, и, ну, также людям задерживают похоронные выплаты, потому что человек числится потерянным, но не умершим. Владимир, пошли. Да, Владимир, я просто хотела бы акцентировать на этом внимание. Просто получается, что если преимущественно из самых бедных регионов, если можно так сказать, да, была мобилизация, то они уже через год войны должны были бы стать, вероятно, самыми богатыми, если это такое дело бравое и для кого-то выгодное, потому что у каждого были свои мотивы. Не так много было, я, конечно, не берусь в процентном соотношении сравнивать, но все-таки немалое количество было тех, кто действительно ради денег соглашался идти воевать. Так вот, видимо, такая цель абсолютно не оправдалась. Вы сказали, что обращаются к вам для того, чтобы в каком-то правовом поле получить помощь. Насколько это сейчас возможно, исходя из новых обстоятельств? Я напомню, что Владимир Путин подписал вот этот вот закон, что там действительно просто кощунские методы привлечь человека к мобилизации, что уже даже в руки необязательно получать повестку. Без вариантов. Просто в электронном виде могут направить на человека, он и не знает об этом, а там уже где-то наверху считается, что он получил эту повестку, его могут и лишить прав, и там в дальнейшем, если не ошибаюсь, даже имуществ. В общем, там просто не остается вариантов, кроме как действительно выезжать из страны. Какие остаются правовые механизмы? Потому что вот нам также рассказывали в эфире, что прячьтесь в лесах, меняйте место жительства, что угодно делайте. Но мне кажется, что такие вот методы самые простые уже внутри самой России просто окажутся нерабочими, потому что все идет к тому, что просто людей будут с улицы забирать без документов, и абсолютно все равно по месту прописки. Он живет не по месту прописки. Вы вот рассказывали про охотников в лесу, да, то есть абсолютно разные есть методы. В правовом поле что можно сделать на данный момент? В правовом поле все то же самое, что и было до этого, то есть можно как-то оспорить эту повестку, то есть искать болезни, возможно, еще что-то, возможно, недавно умер родственник, или человек единственный кормилиц в семье, то есть все еще эти правовые нормы остаются. Единственная проблема в том, что человек не может, лучше бы ему не являться в суд с этим делом, потому что он числится как, ну, мобилизованным, ему выдали повестку, поэтому нужно работать с юристом, с адвокатом, вот примерно такой и порядок действий, но все еще не нужно забывать, что это сейчас еще более опасно, чем было до этого. И да, вы действительно упомянули то, что человека могут забрать на улицы. Такое было в Бурятии 21 сентября, когда пошла первая волна мобилизации. То есть людей забирали на улицы, на заправки, даже приходили на пары в университет. То есть, да, мы действительно можем ожидать того, что это все будет возрастать, и эти случаи будут происходить не только в Бурятии, но и, скорее всего, по всей России. Для начала, в рамках этой электронной истории, электронных повесток, наверное, первая рекомендация всем россиянам, те, кто подпадает под эту, знаете, мобилизационную историю, да, вот, попробовать выпилить себя из аккаунта госуслуг, да, вот с этого портала, да, и ликвидировать свой, свою учетную запись. Понятно, что, наверное, не все так просто, но попытаться это сделать для того, чтобы не попасть под эту историю под названием электронные повестки. Владимир, спасибо вам большое за разговор. Владимир Будаев, сооснователь фонда «Свободная Бурятия». Я был с нами на связи.